В эфире «Слоянский Сакраменто» и сегодня у нас легендарная личность российской политического российского небосклона Константин Натанович Боровой. Это тот человек, это легендарный снова политик, депутат Государственной Российской Думы второго созыва. Сегодня он проживает в Лос-Анджелесе. Константин являлся создателем российской товарно-соевой биржи. Он друг был Валерией Новодворской, также легендарного российского политика и сратник Бориса Немцова. И у нас, Константин Натанович, буквально несколько вопросов к вам, как знатока российской политики, оппозиционной в том числе, и времен, что немаловажно, двух, кажется, насколько я понимаю, чеченских российских компаний, военных компаний в Чечне. Я передаю слово редактору «Русской Калифорнии» Виталию Атаеву Трошину, который задаст эти вопросы. Спасибо. Константин Натанович, добрый день. Руслан немножко слукавил, у меня очень много вопросов. Я надеюсь, что, может быть, вот так вот в качестве блица вы ответите на что-то. И сегодня самая важная, самая больная тема – это война в Украине, когда люди, которые жили всю жизнь вместе, убивают друг друга, когда происходит несправедливость. И мы сегодня из Калифорнии здесь, естественно, наблюдаем картины, когда братья убивают друг друга, братья умирают, там, части тела, и все это вот в таком паническом состоянии. Понятно, что в России российские СМИ врут, постоянно нагнетают обстановку. Здесь, из Калифорнии, очень сложно сказать, что происходит. Но я наверняка уверен, что вы общаетесь со многими людьми, которые находятся в Украине, которые находятся в России. Может быть, вы нам расскажете, что сегодня, в настоящий момент происходит на самом деле, и когда закончится эта война? Ну, вы знаете, это паническое настроение, панические настроения, паническое состояние для внешних наблюдателей. Я помню 1999 год, когда Путин приходил к власти и начиналась Первая Чеченская война. Я, как депутат Государственной Думы, провел пресс-конференцию, на которой говорил о взрывах домов, о начале Второй Чеченской войны, спровоцированной чекистами, Путиным конкретно. Тогда очень интересно, все, так сказать, окружение наше с Валерией Ильиничной кричало, что это все фейк, этого не может быть, истинный демократ, ученик Собчака Анатолия Саныча, Владимир Путин. Значит, этого не может быть. Вы выполняете задания Примакова, боретесь с демократией в России. А мы боролись, и это было много раз. Это было в 19-м году, когда мы говорили, что был подъем движения оппозиционного, когда мы говорили, что включение националистов и коммунистов в оппозицию, все эти Сереги Удальцовы, Навальные, это все разрушает оппозицию, уничтожает ее под корень. Мы тогда провели даже митинг свой отдельный. Вот то же самое кричали, продались, там Сергей Пархоменко на передаче на Первом канале кричал «Вас с Новодворской купил Путин». А мы говорили, что оппозиции через некоторое время не будет совсем, потому что националисты, которые присоединились к оппозиции, это националисты Рогозина, это кремлевские националисты, а коммунисты там КПРФ, Левый фронт, Солидарность – это коммунисты, тоже связанные с Кремлем. И, к сожалению, каждый раз мы оказывались правы. И оппозиции сейчас нету, и усилия по ликвидации оппозиции были не только со стороны Кремля, Путина, но и со стороны, к сожалению, продажной части оппозиции. Слушайте, мы сегодня наблюдаем, что вся оппозиция и не оппозиция, все люди вроде как за войну в России. Даже те люди, которые как бы должны быть против войны, они из Украины, они приехали оттуда. Да, мы наблюдаем. Там у нас большой список людей, которые сегодня в Госдуме поддерживают Путина, который пошел бомбить, убивать украинцев. Никакой Госдумы не существует уже 15 лет. А что это? В Государственную Думу, в так называемый парламент, избираются, назначаются только сторонники Путина. Никакой свободы мнений там не существует очень давно. Все, кто высказывает иное, чем Кремль, чем Путин, мнение, их, как меня, заставляют эмигрировать, начинают просто репрессировать или убивают, как Борю Немцову, или как, между прочим, не только Борю Немцову, как Старовойтову, как Юшенкова, но и многих других. В Думе второго созыва было всего 7 депутатов демократической ориентации. Мы создали такую маленькую коалицию, 7 депутатов. Остальное, в общем, коммунисты и прогласные депутаты. А трое из семи уже убиты. Просто убиты без всяких сомнений. Слушай, а Жириновский сейчас как, увиливает от этой войны? Или он реально заболел и реально лежит в больнице? Меня это не интересует. Понимаете, вот есть у меня соратник, который Жириновского приглашает на диспуты. Не о чем говорить с Жириновским. Он шут, кремлевский, он работает на Кремль. Даже обсуждать его бессмысленно, ну, неинтересно. Давайте ближе к войне, если можно. Скажите, пожалуйста, каково ваше состояние 24 февраля, когда вы услышали о том, что начали бомбить конкретно большую часть Украины? 14 февраля я выступал с лекцией, с большой лекцией в университете Пенсильвании. Настаивал на том, чтобы относились очень серьезно к заявлениям Путина. Говорил о том, что мы на рубеже в преддверии большой трагедии. И американцы говорили, что, ну, Константин, вы преувеличиваете. То же самое у меня было. Я выступал в Конгрессе в 2003-2005 году. Рассказывал американцам о том, что в России начинается возрождаться империя. Вот эта книга, она как раз об этом. И мне председатель Комитета по безопасности Конгресса США говорил, Константин, холодная война закончилась. Перестаньте нам морочить голову. Путин наш лучший друг. Мы с Путиным строим демократию. Не знаю, в этой книге описан случай, как в 1999 году, вот после этой пресс-конференции, я получил информацию за два года до 9-11. Я получил информацию о подготовке теракта неким Бен Ладеном с помощью его какой-то аль-Кайды о торпедировании небоскребов в Нью-Йорке. Я эту информацию передал в руки директора ФБР. Понимаете? И тоже, ну-ка, ну это сумасшедший дом. Какие небоскребы, какие самолеты. Что вы говорите? Самая главная информация там была, что участие в подготовке этого теракта принимают и российские спецслужбы. И оказалось, что именно эта часть информации с точки зрения ФБР – это фейк. Этого не может быть. Слушайте, ну книга на самом деле интересная. Как я понял, она только на английском или на русском продается? Она есть на русском. В любом моем ролике у меня несколько тысяч роликов. Я каждую неделю отвечаю на 10-15 вопросов. В любом ролике в ссылке есть ссылка на русский вариант и на английский. Да, мы оставим обязательно ссылочку на ваш канал. Слушайте, опять же вот к этой войне. То есть вы говорили, все предсказывали, американцы говорили, а в России многие не верили. Ну как так? Зачем надо туда сводить войска и все остальное? Ваше состояние 24 февраля вы услышали. Все ваши ожидания не были спроста. Смотрите. До 24 февраля, начиная с ноября, после визита директора ЦРУ в Россию, переговоры с Бортниковым, с Путиным, практически там раз в неделю, появлялось сообщение о том, что Россия нападет на Украину. Одновременно с этим появлялось заявление Байдена о том, что американцы вмешиваться в этот конфликт никогда не будут, потому что это грозит Третьей мировой войной, потому что это грозит ядерной войной. Это было приглашение в Украину, открытое приглашение нападать на Украину. Очень похожая ситуация была в 2008 году, когда Путин под придуманным предлогом пересек границу с Грузией и двигался к Тбилиси. Он был в 50 километрах от Тбилиси, когда американцы пригнали Геркулеса, самолеты на ближайшие аэродромы, ввели корабли в Черное море и в Средиземное. Путин развернулся и ушел. Никаких сомнений в том, что эта война, по существу этот договорняк между Путиным и Байденом, у меня не было задолго до начала этой войны. Вся информация была. Я понимал, что Путин, тем не менее, вряд ли решится на эту авантюру, потому что... На украинскую авантюру. Да, потому что Украина уже в другом состоянии. И если вы помните, там же были парадоксальные случаи. Великобритания решила поставить... Это было за месяц до начала войны еще. Решила поставить противотанковые установки, эти переносные. И Соединенные Штаты резко выступили против. Германия запретила провоз по своей территории этих установок. И они поставляли их самолетами. То же самое было с странами Балтии, с Польшей. Когда поляки начали поставлять вооружение в Украину, американцы, даже Израиль начал делать заявление о том, что его вооружение поставлять нельзя в Украину. Все, что там оказалось, в конце концов, это оказалось вопреки Соединенным Штатам и вопреки НАТО. Понимаете? Это очень серьезный симптом. Я вот сейчас там обращался к Зеленскому. Необходимо расследовать эти явления. А вы общались с ним раньше? Видели с Зеленским? Нет, я общался с людьми из его окружения, с самим Зеленским. Понятно. Константин Атанович, какие-то калифорнийские власти, какие-то люди с правительства США, не знаю, общались с вами, какие-то вопросы вам задают в последнее время относительно войны, может быть, какие-то советы просят. Я участвую во многих очень семинарах. И последний семинар с крупной очень, то, что здесь называется think tanks, с крупной экспертной группой, когда один из руководителей заговорил о том, что Украина противостоит Путину и Трампу, авторитаризму. Я его назвал идиотом и сказал все, что думаю по этому поводу, потому что при Трампе ничего похожего произойти не могло. Путин ловил Трампа за рукав около туалета, просто чтобы поговорить. То есть, если бы Трамп был президентом, войны бы не было? Конечно, нет. Окей. Скажите, пожалуйста, вот вы, до этого мы с вами общались, по поводу публики нашей, по поводу жителей Калифорнии, русскоговорящих людей. Как вы думаете, от них что-то зависит здесь? Вот они помогают, выходят на пикеты, на митинги, на протесты, отправляют деньги. Сейчас я видел много ребят из Лос-Анджелеса, русскоговорящих из Украины, из России, поехали там, какие-то вещи перевозят из Молдовы, в Украину, там, вот это все. Есть наше участие русскоязычных граждан Калифорнии, чтобы как-то помочь Украине разрешить конфликт и принятие беженцев, опять же, у нас же здесь граница? Нет никакого конфликта. Есть агрессивная война, которая стала результатом оккупации части Украины. Вот вы там, у вас написано, нет войне. Я не вхожу в комитет против войны, потому что это призыв примириться с Путиным. Мириться с Путиным нельзя. Путин – это агрессия, это оккупация Беларуси, вот тут мы видим с вами флаг белорусский, это оккупация части Молдовы, это оккупация Абхазии и Южной Осетии, это оккупация части… И, кстати говоря, очень многое из того, что мы сегодня видим в Украине, уже было в Сирии те же самые бомбежки мирного населения, которые гнали из Сирии в эмиграцию. Это все уже было. Не нет войне, а нет Путину. Слушайте, но я на самом деле много раз говорил, что Путину уже пора отправиться куда-то. Нет войне. Я имею в виду, чтобы вы не убивали братьев, потому что у меня очень много родственников в Украине. Кстати, у вас есть родственники в Украине? Есть люди, с которыми общаются? Очень много. Последнее, что меня интересует. Скажите, пожалуйста, я вас не вижу на улицах в Калифорнии, я вас не вижу на протестах в украинских протестах. Вы выходите? Будете выходить? Какие-то планы по этому поводу? Ну, в Лос-Анджелесе были протесты, и я там выходил. Моя часть работы – это не протесты. Моя часть работы – это работа в информационной среде. Это очень важная часть работы, и Украина, к счастью, придает этому огромное значение. И там есть эксперты, экспертные группы. Может быть, вы знаете такого человека Федорова, молодого, который занимается антипропагандистской компанией. в Украине. Один из тех, кто помогал Зеленскому приходить к власти. Ну, вот у меня такая работа. Так сказать, именно здесь я нужен и полезен. У меня… Вот вы сказали в своем диалоге с Виталием, что, во-первых, вы передавали какую-то информацию накануне либо за какое-то время короткое, 11 сентября, спецслужбам США о нападении готовящимся. И как вы считаете, чем обусловлена медлительность, чрезвычайная медлительность спецслужб США и, в том числе, возможно, правительства США? Ну, в 2003 году, когда я выступал на слушаниях, мы вместе вот с председателем Комитета по безопасности задали вопрос FBI, почему, как использовалась информация, которую они получили, которую они получили. И сообщение было очень обтекаемое. Информацию получили, но из-за нескоординированности действий различных спецслужб не смогли ее использовать. Ну, вот то же самое было, кстати говоря, перед захватом Крыма. Не только я, большое число экспертов мы кричали о том, что готовится захват Крыма, нападение России. Передовой отряд спецслужб уже российских выдвинулся. Идет подготовка. Все спецслужбы американские говорили – нет, этого нет. У нас нет никаких свидетельств. За два дня до захвата, так сказать, до провозглашения независимости Крыма и когда эти зеленые человечки начали активно действовать. Так что Крым – это такой хороший пример. Понимаете, вот исследование того, что произошло в Украине месяц назад, это исследование должно начаться с 2014 года, с Крыма. Почему Соединенные Штаты, НАТО, европейское сообщество не просто допустили оккупацию части территории и Востока, Украины и Крыма, а в некотором смысле даже способствовали этому? У меня есть ответы. Они не короткие, они длинные и касаются того, кто именно принимал решение об этом в демократической партии, в руководстве, так сказать, Белого дома. Это неприятные ответы, но на них надо получить. Их надо, во-первых, задать эти вопросы, во-вторых, получить ответы, чтобы понять, что на самом деле произошло месяц назад в Украине. Хорошо, я вам задам вопрос, коль вы уже вышли на этот путь, я вам задам вопрос в лоб. О чем могли, вот вы сказали, Байден с Путиным договориться, о чем этот договорняк у них был, если он... Договорняк был о том, о ликвидации независимости Украины. Первое, что сделал Байден, он предложил Зеленскому покинуть территорию Украины. Договорняк был о том, что Путин устанавливает контроль над Украиной и во всяком случае начинается некий новый процесс, который они спланировали, который спланировал Бортников с директором ЦРУ, Путин с Байденом. Это было в интересах администрации. У нас с вами есть еще одна история, незаконченная, подвешенная, так сказать, история коррупционная, когда прокурор украинский начал расследование преступления коррупционного сына Джо Байдена, Хантера Байдена, и Байден потребовал немедленно прекратить это преступление, то есть расследование, и уволить генерального прокурора. Понимаете, такой минимальный шаг. И это было сделано Порошенко. И это одна из причин, которые необходимо учитывать при анализе событий, которые произошли последний месяц в Украине. То есть увольнение прокурора, который генпрокурора украинского, который пытался расследовать предполагаемые преступления Хантера Байдена, младшего сына нынешнего президента. Мы помним все этот скандал. Это было одной из, являлось, явилось одной из предпосылок, ну или, скажем так, грубо говоря, Байдену выгодно это Украина, потому что, в смысле, война в Украине нынешняя, потому что война, как говорят, все спишет. Но, с другой стороны, это передел Европу, в некотором смысле, на манер того, что было в 1939 году, прошлого века, когда был подписан пакт, так называемый, Молотова-Риббентропа. Так? У меня вопрос, интересно, до какой черты западная элита, в том числе и администрация Белого дома, будет терпеть, вот такие, или допустит, терпеть, допустит Путина в Европе, его продвижениях К счастью, у нас с вами теперь есть серьезная очень сила, это Украина. Украина, которая сегодня борется не только за свою свободу, не только за независимость, она борется за свободу и независимость западного сообщества. и косвенно, между прочим, из-за американцев. И я очень рад, что почти 80% американцев, 80% это очень необычно для Соединенных Штатов, поддерживают Украину в ее, так сказать, войне, понимаете, противостоянии с Россией. Вот, несмотря на то, что пропагандистская кампания демократическая партия делает все возможное. Моя специальность в России была исследование пропагандистской кампании кремлевской. Когда я сюда приехал в 16-м году, я столкнулся с этим совершенно необычным, позорным явлением. Пропаганда прямая, такая грубая пропаганда демократической партии, антидемократическая пропаганда, антитрамповская пропаганда, пропаганда лживая, я могу перечислить установки, вы поймете, что это все фейки. Там, Трамп на крючке у Путина, Хиллари Клинтон встречается с Путиным, с Лавровым возят кнопку перезагрузки, в моей книге описано несколько фактов, когда ФБР по заданию ФСБ арестовывают российских, так сказать, правозащитников, но Трамп на крючке у Путина. И этих установок их несколько десятков, понимаете, которые продвигались пропагандистской кампании. И сегодня пропагандистская кампания продолжает свою работу, пропагандистская кампания демократической партии и вот эти антиглобалистские настроения и пропаганда, и вот эта ковидная пропаганда частично это пропаганда не против инфекции, не против болезни, это пропаганда страха, это пропаганда запугивания людей, превращения их в послушное стадо. Я помню, как наш с вами губернатор Ньюсом, если вы помните, в начале эпидемии запретил пользоваться дорожками велосипедными вдоль океана, а потом просто пляжами, а потом после беспрецедентного давления разрешил пользоваться пляжами, но без шезлонгов, без кресел. Ему задавали вопрос, я очень хорошо это помню, при чем здесь кресло? Это мнение экспертов, вирусологов, ну это ложь была, понимаете, просто желание строить и управлять граждан, населением, я имею ввиду Ньюсом, я очень жалею, что его не отстранили от власти, хотя было собрано 2 миллиона подписей. Вот вы говорите войну, нет войны, там, ну бомбежки есть, вот это все происходит сегодня, мы все здесь наблюдаем, из Калифорнии сопреживаем близким, родственникам и не знаем, как помочь, что делать. Скажите, закончится эта война, прекратится ли она, вот эта вот, вот эта бомбежка, и когда она может прекратиться? Похожая война в Кувейте, когда Саддам Хусейн начал нападать на Саудовскую Аравию после захвата Кувейта, закончилась в течение нескольких дней. Соединенные Штаты подключились со своим высокоточным оружием, коалиция, и война была закончена. Просто перестала существовать та армия, которая была у Саддама Хусейна, танковой армией. То есть, пока Америка не подключится конкретно к военной ситуации, военной операции в Украине? Пока западное сообщество не поймет, что это война. Ну, то есть, это все-таки, все-таки все понимают, все произносят эти слова Путина о том, что он сражается не с Украиной, а с Соединенными Штатами. То есть, нам стоит ожидать, что Америка пойдет воевать в Украину? Я не думаю так. То есть, война не закончится? Я думаю, война не может закончиться, потому что героическая защита Украины, нанесение колоссального ущерба армии Путина, значит, после вот передышки мирных переговоров, он просто восстанавливает свои силы и опять будет нападать. То есть, это не прекратится, пока Путин не перестанет. Пока существует Путину власти, он будет стремиться поработить Украину. То есть, концовки ждать не стоит. Быстрые концовки ждать не стоит. Нужно сражаться. Наша задача, вы вот спросили, чем могут помочь. Да, собирать деньги, да, помогать, хотя, понимаете, Соединенные Штаты сегодня значит, помогают Украине, там Байден вот хвастал миллиард долларов. Миллиард долларов? Там уже было 14 миллиардов последних. 14 миллиардов, хорошо, 14 миллиардов долларов. Соединенные Штаты за российскую нефть платят в день около миллиарда долларов за российскую нефть. Понимаете, пока покупается, пока финансируется российская агрессия, финансируется западным сообществом, Германии, Соединенными Штатами. Эта война не может закончиться. Вот. Необходимо прекратить это финансирование, ну, в первую очередь. Вы говорили, Навальный, проект Кремля, он сегодня до сих пор остается в тюрьме. Вы считаете, что до сих пор считаете, что он проект Кремля и он должен оставаться в тюрьме или это не так? Я не хочу, чтобы кто-то оставался в тюрьме. Это не мое дело. Но то, что Навальный каждый день публиковал там на Эхе Москвы два поста каждый день, то есть вел несколько блогов в социальных сетях прямо из камеры, что невозможно. Понимаете, и вдруг замолчал, и вдруг там вместо него начали говорить там созданы, как это называется, они создали... Нет, не ЧВК, они создали какой-то информационный портал, довольно дорогой. Да, новый. Волков, кстати, приезжал к нам в Лос-Анджелес недавно, рассказывал об этом. Ну, вы видели этот портал? Вы понимаете, что это стоит миллионы долларов? Ну, там же большое, большое там донаты, донаты есть очень большие, поэтому они достаточно много собирают денег. Ходорковский финансирует открыто, вы же знаете. Мы с Борей Немцовым собирали деньги, ну, я помогал, он собирал на всякие там митинги, а собирать деньги донатами очень сложно, поверьте мне. Тем более нашими людьми. Для того, чтобы получить миллионы долларов, как сейчас вот Волков получил. Потом, это же уже все открыто, уже юрист Навального, который покинул его команду, рассказал, что финансирование идет от Чемезова, и это финансирование именно миллионами долларов. То есть Навальнистам доверять нельзя? Да нет, нет, конечно. Ну, хорошо, вы верите в то, что количество просмотров политического ролика Навального миллиард просмотров? Миллиард не поверю. Константин Натанович, я гражданин России, вы гражданин России, ну что, надежды нет совсем, надежды нет совсем на светлое будущее, на новую какую-то страну, на новую Россию, на что-то, на то, что называется страной? А сегодняшняя Россия, сегодняшняя власть, должна быть ликвидирована. В тот момент, когда она будет ликвидирована, на территории России образуется много независимых государств. Это Кавказские государства, это Татарстан, ну, много разных государств. И нам надо готовиться к этому и не заявлять, как один из крупных европейских политиков, что нам нельзя допускать дезинтеграции России. Нам надо сделать все возможно для дезинтеграции России, для ликвидации ядерного оружия на территории этой, так сказать, опасной, для сегодня опасной, для мира странной. Костанин Натанович, мы заканчиваем. Спасибо огромное. Очень много вопросов. Я надеюсь, что мы с вами еще договоримся по темам, по вашей книге. Очень интересная книга. Обязательно, я думаю, что наши зрители посмотрят, почитают книгу, закажут. И мы вам, конечно, еще очень много локальных вопросов задали по поводу вашей иммиграционной жизни здесь, в Калифорнии. Спасибо огромное вам. Берегите себя. Спасибо. У нас в эфире был Константин Натанович, политик-депутат Государственной Думы второго созыва, проживает сегодня в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Это создатель российской товарно-сырьевой биржи, друг Валерий, личный друг Новодворской и соратник Немцова. Спасибо большое за ваши ответы. Мы надеемся, очень надеемся, что вы снова выступите в эфире Исламского Сакрамента и проекта, совместного проекта с Русской Калифорнией. Спасибо вам. Друг оттуда мгновенно замарается. Причем так сильно огонь, и причем так быстро несется. Я в ужасе была. Я не знала, куда кидаться, что делать. Последние пять лет это какое-то наследствие. Кому что делать плохого? Ой, мне же сейчас дурно становится. Сделать ничего не могу, а на трехидах горит. Неужели не можете найти? Ни свидетелей, никого, ничего нет. Это повторилось уже не один раз. Вот это, что вы видите здесь, эти обманки. Были, ну, как бы, угрожи, были предупреждения, были своенравные, такие, самоуверенные заявления. Если у людей сердце расположится, вот, каким-то уже собрать длинную сумму делить, то мы быстро восстановим все это.